Исполнить гимн Ненецкого округа Аранжировку гимна сделал композитор Николай Епифановский. Текст гимна был талантливо переведен и на ненецкий язык. Его исполнила Валентина Тайбарей. Каждый желающий может также прислать запись вокала или аранжировку окружного гимна на электронную почту info.sobaka.trk.sever.ru Наша акция еще будет продолжаться до конца сентября. На данный момент у нас более семи записей. Одна из них на ненецком языке, которую исполнила Валентина Ивановна Тайбарей. Гимн объединяет людей. Всем спасибо большое, кто принимает участие. Будем ждать работы. Почтительное отношение к государственным символам – не просто вопрос культуры или воспитания. Это принципиальное требование уважения к стране. Вопрос защиты чести и достоинства как внутри государства, так и за его пределами. Гимн должен знать каждый с детства, говорит Алексей Шигарин, заведующий музыкальной частью Культурно-делового центра «Арктика». Это важный элемент патриотического воспитания человека. Какое бы важное мероприятие ни проходило, гимн звучит всегда. Гимн исполнять сложно. Но если его исполнять, скажем так, в концертном, настоящем, профессиональном варианте, но гимн можно исполнять и детям, гимн можно исполнять и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам. Самое главное, чтобы это звучало с душой и с пониманием того, что они хотят передать. Сотрудники радио «Наринмар-ФМ» отмечают, что жители все больше стали интересоваться гимном своего региона. Знают его далеко не все, но некоторые согласились пропеть несколько строк. «Наш округ заполярный, родной любимый край, тебе поем мы славу, живи и процветай». «Поем тебя, Ненецкий округ, великая Россия опора, да здравствует Север, любимый, бескрайние трунды просторы». Все исполнители гимна получат памятные подарки. Более подробную информацию можно получить по телефону 2-102-5. На сайте нашей телерадиокомпании www.trk.ru размещены текст, партитура и оригинал гимна Ненецкого автономного округа. Современное искусство теперь в Наринмаре. Под открытым небом на площадке перед деловым центром Арктика открылась уникальная выставка «Аллея Победы». Еще год назад подобный проект мог показаться фантастическим для региона. Организаторы до последнего не были уверены в том, что приедут в Наринмар. Пугала сложная система доставки. «Если б мы знали, с какими трудностями столкнемся, мы никогда в жизни за это бы не взялись», – шутят организаторы. Но, вопреки всему, выставка состоялась. Вместе со скульптурами к нам приехали несколько мастеров. Посмотреть на их работы можно даже ночью, уверяют организаторы. «Аллея Победы» посвящена предстоящему 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Например, скульптура Игоря Андрюхина «Блокадный хлеб» выкована из стали, края ее грубо обрублены. Это дает зрителю понимание того, как сложно приходилось людям и чего стоил кусок хлеба в блокадном городе. Кстати, практически все представленные работы выполнены из бронзы, камней и других материалов, способных выдержать ненастную северную погоду. Сделана работа из стали, из самой мягкой стали, которая есть. Она низкоуглеродистая, мало подвержена коррозии. Это может экспонироваться в обычных условиях под открытым небом, под дождем. Стоит отметить, что экспозиция представлена не только произведениями военной тематики. Война неразрывно связана с темой мира, человеческой жизни, стремлением людей к самосовершенствованию, развитию, достижению новых горизонтов. Именно этим наполнена скульптура Антонины Фадхулиной «Золотой воин». Человек с копьем, нацеленный на победу. Скульптуру жители Наринмара могли и не увидеть, признается автор. Предложения осыпались до самого отъезда. Мы уже договорились, что она поедет в Наринмар. Мне стали все звонить и говорить, давайте поставим его в ботаническом саду, в Санкт-Петербурге, еще куда-нибудь, еще куда-нибудь. Я говорю, все, уже Наринмар уезжает. Больше всего боялись, что зрителей не будет, делятся переживаниями мастера. Но опасения, разумеется, не подтвердились. Первые зрители – это были дети. Подробно расспрашивали, что означает каждая скульптура. Тогда еще не было этикеток, аннотаций не было. И самый популярный вопрос, который они задавали – это все останется нам. Открывать все карты организаторы не стали. Но по секрету сказали, что вопрос о покупке некоторых скульптур уже ведется. И, возможно, очень скоро на улице города установят памятный привет из Петербурга. Напомним, Аллея Победы будет открыта для всех жителей и гостей города до 15 сентября. Молодежь Неницкого округа продолжает покорять Селигер. Накануне на форуме завершился первый заезд из четырех. Участие в нем приняли восемь активистов из нашего региона. Молодые люди обсуждали различные проекты, занимались вокалом, сценической речью и работали на мастер-классах. От Наринара Селигером привет! Первый заезд форума посвятили четырем сменам. Это «Беги за мной», «Команда 2018», «Технология добра» и «Арт-квадрат». Наша делегация была представлена в трех направлениях. Практически каждый участник на Селигер приехал со своей идеей, проектом или просто мечтой – спортивной, инновационной или творческой. Прежде всего, молодежный лагерь – это образовательный форум, поэтому каждый день здесь проходят десятки лекций и мастер-классов. Наши ребята поездкой остались довольны. Активисты получили новые впечатления и, конечно же, знания. Об этом в своем интервью они рассказали медиапорталу «Шолохов ТВ». Очень круто мы занимаемся, тренинги проходим, получаем шикарные знания каждый день по актерскому, по сценической речи, по многим направлениям. Очень круто. На самом деле, день проходит сумасшедший. Здесь нет практически времени для того, чтобы просто вот так вот посидеть на травке, отдохнуть. Очень интересные ребята, со всеми познакомился. Ну, почти со всеми, тут три тысячи человек, и как будто всех знаешь. Такое ощущение, как будто реально всех знаешь. Очень классная атмосфера, просто крутая. Сейчас на Селигеле находится очередная делегация из 11 человек от Нинецкого округа. Она участвует во втором форме молодежных проектов. Смина посвящена теме ЖКХ. В составе нашей команды журналист газеты «Нарьяна Виндер» Светлана Балашова, руководитель проекта в регионе «Все дома» Сергей Канев, активисты Надежды Латышева и Юлия Талеева, а также предприниматели Ольга Глость и Александр Черепенин. Селигеле – это не только образовательный форум, но и место, где играют свадьбы. На молодежном проекте свои отношения официально зарегистрировала влюбленная пара из Наринмара. Это Екатерина Дементьева и Александр Поташев. И что самое символичное, за всю историю Селигера молодая пара стала юбилейной, двухсотой, которая получила свой первый совместный документ на форуме. На самом деле молодые люди планировали сыграть свадьбу только осенью, но, приехав на Селигер, решили расписаться здесь. Влюбленная пара выбрала необычные наряды. Вместо костюма и белого платья жених и невеста заключили брак в русских народных костюмах. Поздравить молодоженов, а в этот день всего расписались три пары, в юбилейный год для Селигера приехала главная сваха страны – Роза Себитова. До Екатерины Дементьевой и Александра Поташева дозвониться нам не удалось, зато мы связались с мамой невесты, и вот что она рассказала нам по телефону. Православная Россия отметила 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского многотысячным крестным ходом. Он начался в Подмосковье от Покровского монастыря, где покоятся мощи родителей преподобного Сергия Радонежского. 20 тысяч паломников прошли до палаточного городка на Благовещенском поле, где строятся Сергиевые лавры, чтобы поклониться святым мощам. Честные мощи Сергия Радонежского были обретены 18 июля по новому стилю в 1422 году, через 30 лет после его кончины. Преподобный во сне явился одному благочестивому мирянину и велел известить Угмена и братью о том, что лежит он под землей в воде. При большом стечении народа святые мощи были подняты из земли, причем оказалось, что не только тело, но и одежды святого остались нетленными, хотя гроб действительно находился в воде. Мощи преподобного были поставлены в деревянном Троицком храме, а в 1426 году их перенесли в каменный Троицкий собор Троица Сергиевой лавры, где они пребывают и в настоящее время. День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского имеет особое значение для православных россиян. Основатель Троица Сергиевого монастыря, он считается одними из самых известных и почитаемых в мире русских святых. По сути, Сергий Радонежский стал первым святым, который появился на Руси после избавления от татаро-монгольского ига. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok